Хочу на море, где ласковое солнце, туда где пальмы, пляжи и чайки над волной, где на гитарах зажигают каталонцы. Наш отдых в Турции продолжается. Давайте посмотрим, что нас сегодня ждет. Времени сейчас 9.17 и как видите, народу сегодня не так много. Вчера мы пришли раньше, то есть нужно просыпаться попозже и будет вам счастье. Правда, уже много чего нет. Ну, что-нибудь мы обязательно найдем. Так, йогурты, сыр. Здесь вот такой какой-то мясти сыр, оливки. Подуставшая зелень, но она есть. Варенье, завтраки разные. Сейчас посмотрим, есть Ваня сосиски, укра, помидоры. Ничего нету, да? А, нет, сосиски есть вон, кстати. А Ваня взяли, нет? В очереди нету, уже не замок. Нету сегодня, да. Тоже помидоры. А здесь тоже уже пусто, видите? Ничего нет. Что здесь, что там? Баклажаны пользуются популярностью. Здесь шпинат с яйцом. Здесь вот они как раз-таки сосиски, яйца. Ты сосиски взяла? Рис он такой не будет, это подобие каши. Но это не каша, это просто рис с молоком. Не, он сосиски ему и хлеб, он больше не будет ничего. И яйца. И еще одна зелень. Ну и помидоры, огурцы. Слушайте, сегодня даже нет очереди за кофе. То есть, эта очередь за кофе, значит, фишка такая 9 часов утра. Да, если приходишь чуть позже, даже можно его попить. Ну что, очередь сегодня только за блинчиками. А за яичницей практически никого нет. Как вы думаете, почему? Да потому что нет повара, который делает яичницу. Поэтому сегодня там свободно. Так, ладно, надо что-то выбрать себе на завтрак. Здесь по типу сам теперь жаришь себе яйцо, да? Да, да, да. Это наш сет. Где такое ты увидишь? Только здесь. Больше? Яичницу? Да. Ну, сделай на мою долю. Вот мастер-класс приготовления яичницы от Оксаны. Ну, там надо было бы, по идее, наверное, масло полить или там полито? Повар не выдержал. Такого наплыва туристов, слушай. Так, вот ваши дела, смотрите. Ой, Оксана, в общем, организовала процесс. Слушайте, повар отошел, они сами себе жарят. Молодцы. Так, ну, я пойду. Кофе налила. Яичницы, считайте, уже в кармане. Что еще взять? Может быть, какие-то мелкие булочки. Ты что, мамуль, хочешь? Посыпать. Посыпать чем-нибудь. Не знаю, чем даже. А зачем тебе этим-то сыпать? Ты возьми варенье какое-нибудь. Ну, изюма нет, но это тоже не изюм. А, вот с булочками сегодня засада. У меня десант прошел по булочкам. Вот тут вот везде булочки лежали. А сейчас их нет. Но это правильно. Страннее будет. Бабушка урвала блинчик для Вани. Ты очередь стояла? Да, мам? Да. Бабушка очередь отстояла. Как ты любишь оладушку. В общем, у меня сегодня каша с абрикосовым вареньем. Два помидора. У Вани сосиски. Ваня, как здесь сосиски? Как везде? Или отличаются? Без кетчупа. Без кетчупа. Ваня, Ванечка, ты голеешь? Сок тебе возьми. Не, мам, он не будет. Я ему вчера взяла, а он ничего не выпил. Смысл ему брать, да? Вчера он там как брала сок из арбуза, там из всего. Даже пить не стал. Так, ну что, попробуем кашу на съедобность. А, рис с молоком на съедобность. Джем есть. Но ты когда сосиски съешь, я тебе схожу за джемом. Вот это каша. Такую есть только в голодный год. Это такой рис, который не разварился, поэтому отдаёт крахмалом. Не, я что-то попыталась поесть. Думаю, может быть, варенье поможет, чтобы его скрасить. То есть, ну, как бы они его залили молоком. Дай мне один хлебушек. И он абсолютно безвкусный. Он не солёный, не сладкий. То есть, он просто вот сваренный, залитый молоком. Да, даже без соли. Даже без соли. Ещё придут сейчас Оксанину яичницу, которую она таким трудом добывала. Как-то, чтобы она со мной поделилась. Я вот тут как бы перенатуши делала. Сейчас. В общем, я вывела формулу успешного завтрака в этом отеле. Нужно приходить практически под конец, когда уже расходятся все люди. Тогда более-менее, видите, уже очередей нет. Уже оладушки можно взять. Ну, оладушки, честно, отстойные. Практически несъедобные. На себе тоже. В общем, съедобные булочки. И тёплая вода в бассейне или нет? Ну, она же всё равно ротовирус. Понятно. Вода же всё равно ротовирус. А, ну она вообще прохладная, я бы сказала, что в море теплее гораздо вода. В бассейне. Мам, ну бассейн поэтому... Вот такие сбавляют. Мы начитались ужасных отзывов перед поездкой, что ротовирусом дети здесь заболели. Поэтому в бане строго-настрого запретили в бассейн здесь ходить. Сказали, не стоит. В море всё-таки водичка у нас солёная. Поэтому лучше в море. Кто-то вот здесь. Потому что сейчас с утра, понятное дело, уже у нас 10 практически. Не, не знаю. Надо посмотреть. Занимают вот здесь места. Здесь лежат, ходят, к морю купаются. Ау! Да, мы идём в бассейне, да. Конечно. Мы сегодня места не занимали. Почему? Да потому что нам понравилось на пляже отеля Руби Платином. И мы... В смысле? Потому что ты подальше, которая бухта. Ну, Руби Платином там, бухта вот эта. Вот, поэтому мы здесь не занимали места. Пойдём туда сейчас. Там, конечно, без лежаков, без всего. Но... Что? Ну, здесь уже, в общем, лежаки заняты глубоко. Я не знаю, во сколько. Вчера без 5 и 9. Вот бабушка-то два лежака нашла. Но сейчас, вот видите, 10. Все лежаки при деле. Кто-то бронирует. Хотя они пишут, что бронировать нельзя. Но наших это никогда нигде не останавливало. Ясное дело. Потому что если не забронируешь, потом не ляжешь. Тут всё очень легко объясняется. Так, но здесь, вот видите, вот такой вот заход с водорослями. Немножко всё-таки не очень. Вот они водоросли выбрасывают на берег. Водичка с утра окажется прохладной. Вот я иду. Ну, сейчас потом постепенно к ней привыкаешь. И уже нормально. Сейчас мы пройдём через два пляжа. И вон туда до середины дойдём. Положим там наши полотенца. Уже такой изнуряющей жары, что обязательно под зонтиком сидеть нет. Поэтому можно спокойно без зонтиков и без лежаков. Ну, в принципе, как бы, вот если бы мы сейчас пришли, мы бы и ни одного лежака бы и не нашли. Тот, кто долго спит, тот живёт без лежаков. Вот здесь вот, не знаю, что это такое. Какая-то холодная вода вот отсюда течёт. Когда вот по ней проходишь, вода здесь холодная. Камушки. Камушки. Мне нравится Ваня. Он вперёд за всеми у неё несёт бегом. Ну, кстати, кто переживает, что вот насчёт купания, посмотрите, сколько людей. Все купаются. Так что не переживайте. Сегодня у нас 9 октября. 19-й год. Купаться можно. Погода. Нет ни единой тучки на небе. Может быть, в Кемере и был дождь. И в Бодруме. Но не здесь. Здесь погода отличная. Так, а вот этот пляж, вот, как раз-таки, вот, кого я вчера встретила. Девочку нашу, зрительницу. Четвёрка. У них, видите, свободные лежаки. Ну, и Руби-платином, разумеется, тоже. Свободные лежаки. О, препятствия, препятствий. Ванёк, первооткрыватель. Сейчас привыкнешь. Она поначалу, кажется, холодная, а потом очень даже. Мам, можно я ещё раз забегу? Забеги, кто тебе не даёт. Может, целый день бегать туда-сюда-обратно. Ну, я хочу сказать, что сейчас нет такой жары. Поэтому нам под солнцем лежать необходимости нет. В смысле, под зонтиком лежать. Поэтому можно спокойно лежать здесь. Нам вот здесь, вот видите, заход какой. У нас там всё-таки ещё какие-то такие эти... Годы росли, плава. Вот здесь расчищают этот пляж. Убирают. Поэтому здесь он почище. Десант пошёл. А если после обеда сюда приходишь, здесь уже вообще половина лежаков свободные. Бабушка с внучком. У нас с Ваней бабушка просто обожает. На самом деле вода тёплая. Вот когда стоишь уже, привыкаешь к ней, вообще можно спокойно идти. Вот там бульк. Не, ну знаете как, вот сначала, когда заходишь в воду, всё-таки приходится привыкать. Вот, допустим, я сейчас окунулась, мне кажется, прям холодно. Мам, у меня тоже было. То есть до середины я стою, мне тепло. А дальше вот окунуться как-то, как-то, как-то. Ой. Ну, ничего. Нормально. Ну, прохладно. Не то, что нормально, прохладно. Но вот сейчас чуть-чуть поплаваешь, привыкнешь. Ты как, Ванюк? Нормально. Сегодня полуночи прокашлял, Ванюк у нас. И вот эта вот водичка, даже не знаю, во благо или во вред. А я купила такую штуку. Здесь продаю. Ну, она, в принципе, сейчас везде уже продается на телефон. Знаете, на пальце сейчас держу телефон. Очень удобно. С обратной стороны клеится такой кругляшочек. И вы можете вот так вот спокойно ходить с телефоном. Хорошо? Отлично. Отлично, Константин. И Ваня такую штуку тоже купила. Как же без Вани? Смотрите, Ваня плывёт сам. Без нарукавников. Вчера мне скандал устроил, что мама, ты мне нарукавники не взяла. А сейчас вон, пожалуйста, плывёт сам. Да? Дружок, без нарукавников. А что так душишь? Запыхался, что ли? Значит, температура воды, к сожалению, у меня градусника нет. Нет, Оксана. Оксана плывёт. Сейчас покажу вам Оксану. Плывёт Оксана. Смотрите. Ох, какая водичка. Ох, какая водичка. Ох, супер вообще. То есть здесь прям вот очень удобное расположение. Вот у Руби Платином вообще. А наш отель, вот этот Оскаймак, Инжеком, я никому не советую. Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах люди не покупайте туда путёвки. Мы, конечно, видели много и всего разного, но это жесть стоять. И она ещё, знаете, еда здесь вся вот невкусная. А если чисто вот только ради пляжа, то можно поехать в любую трёшку за меньшие деньги на пляж Клеопатры и купаться там. И купаться там с таким же успехом. Поэтому, если кто-то смотрит и рассматривает поездку в Оскаймак, Инжеком, ни в коем случае не берите. А белый лебедь на проду. Какой классный лебедёнок. Так, ну а мы идём у нас с развлечениями теперь здесь гулять по вот этой косе. Больше гулять на пляже некуда. Так хоть по этой косе погулять. Мам, а ты будешь загадывать? Желание загадывать? Да. Ну, здесь точно не буду... О, вот как нужно. Видите, на единорога напрыгивать. Мужчина сейчас хотел показать мастер-класс. Упал. Это вам не хухры-мухры. На единорога залететь. Ох, смотри, какая красота. А у Гранады... Гранада тоже получается прям совсем первая линия. Вон там вот этот вот отель впереди с домиком с таким вон, с синеньким, синий-зелёным. Называется Гранада. А, здесь посмотрите, какая волна. Сейчас, 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 пойдём. Здесь, смотрите, ни одной волны нет. Вообще ни одной волны нет. А там волны, посмотрите, какие. То есть, это у нас бухта, получается, вот эта вот бухта. А вот это уже море непосредственно. Морская вода. Даже, может быть, кстати, у нас и вода теплее. Да, Ванюс? Да. Мы потом можем вон туда спуститься, к камушкам. Вон туда потом. Мы сейчас туда прогуляемся. Спасибо. И спустимся. Я снимаю. Ты меня снимаешь? Ничего себе. А вот здесь мне прям нравится, знаете, сидеть, кайфовать, смотреть на вот эти вот волны. Я не знаю, почему, но мне почему-то больше нравится смотреть на волнующееся море и на волны. Так, пришли в хамам. Здесь, как всегда, можно много всего купить. Смотрите, всё по-русски написано. Крем для... Ну, в общем, не для, а не перепутались. Красные для. Так. Что из себя представляет у нас спа-зона? Это у нас раздевалка. Здесь место для отдыха. Здесь есть бассейн. Выдали нам вот такие вот малепусенькие полотенчики. Чувствую, сейчас у меня история с бергамотом повторится. Так, мы сейчас здесь оставляем Ивана. Пойдём, Ванюся. А, нет, здесь, смотрите, видите, уже застелены вот эти лежаки. Они здесь уже застелены. Давай, выбирай любой лежак. Мы потом к тебе присоединимся, после того, как выйдем с хамама. Ложись в полный рост, чтобы тебе было удобно. Я сейчас тебе оставляю свой телефон. А сама пойду. Возьму камеру. Она у меня с защитой, чтобы не промокла. И посмотрим сейчас всё с вами, что будет. Но будет всё под музыку, потому что она в чехле. И ничего слышно. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Немножко процесс вам сняла. Для тех, кому интересно, что же происходит в этом хамаме. В общем, горячий вот этот вот камень. Вы на нём лежите, вас моют. Пеной, солью скривут. Значит, здесь видно, что девушка старалась, что делала хорошо. Она совесть делала. Не полтурила. Когда в Бергамоте была, в Бергамоте спустя рукава всё это делали. Потом обернули вот это вот в мокрое полотенце. Здесь полотенце сухое, подогретое. Положили тоже на другое полотенце, то есть здесь лежит. Единственное, что большой минус, это то, что рядом находится кондиционер. Мы сейчас вышли распаренные после, ну, фактически после бани. И получается, что мы лежим вот рядом с холодным водоком. С одной стороны, это, конечно, приятно, что после тепла ты попадаешь в холодную. С другой стороны, в плане здоровья, думаю, что не есть хорошо. Ну, в общем, посмотрим, что будет дальше. Вот здесь, если кто-то всё-таки будет в этом отеле, хотя сам отель я не рекомендую. Но вот Малика здесь делает, Малика, да, правильно? Малика очень хорошо делает массаж. Вот очень хорошо, прям все мои проблемы сегодня были, нет, были на лицо. Да нет, такие проблемы быстро не решаются. В общем, очень понравилось. В общем, после замечательного массажа нужно сделать масочку из глины. Сейчас тоже полежим, чаёчек попьём. Это удивление. Вы знаете, когда идёшь и ничего не ждёшь, и не предвкушаешь, ну, как бы, ну, вот хотели сходить. Потому что у нас всегда традиция такая, если в Турцию уж ты приехал, не сходить здесь в хамам – это преступление. То есть нужно по-любому сходить. Нет, ну, вообще просто, как бы, как сказать, расслабиться, расслабиться. Поэтому мы всегда стараемся посещать такие места. Если мне, вот знаете, как, я по хамаму смотрю. Если мне нравится, кто делает, я иду дальше на массаж. Если мне нравится, то, разумеется, всё, до свидания. Ну, вот здесь вот действительно понравилось. Хотя отель дешёвый, бюджетный. И вот убеждаюсь я уже который раз. Который раз. То есть как бы всё зависит от специалиста везде, в любом деле. Будь то дешёвая, допустим, клиника медицинская или дорогая. Будь то дешёвый салон, там, парикмахерская или дорогой. И так далее. То есть как бы всё зависит от человека, который вам это делает. То есть, а специалисты, они могут работать как-то. Машины, пробки, в пыли рабочий город. Все так серьёзные, едут по делам. Мне надоел колючий этот холод. Душа и тело требуют тепла. Возьму билет и первым самолётом. Сбегу от серых будней и дождей. Я позвоню тебе перед отлётом.